Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим, как работает данное замечательное устройство. Это активный переходник с HDMI на VGA-видео и стереозвук по тюльпанам. Этот переходник позволяет вам подключить любое устройство с HDMI-выходом, приставку, Blu-ray Player, ноутбук, все что угодно с HDMI-выходом к вашему старому, например, монитору, у которого нет HDMI-входа. Данный кабель является активным переходником, то есть в него встроен чип, который конвертирует цифровой сигнал HDMI на аналоговый VGA и стереозвук. Давайте посмотрим, что у нас в комплекте. Сам кабель, вот HDMI-выход, к HDMI-выходу подключается. Сюда подключается дополнительное питание. Некоторым устройствам это не нужно, но большинству нужно, как раз чтобы производилась конвертация. Конвертер, чип, находится внутри вот этого, такого золотистого цвета разъема. Ну, с другой стороны, соответственно, все просто. VGA, да, обычный, и тюльпаны. Вот, что еще внутри имеется? Внутри имеется вот такой кабель с USB на питание, для удобного запитывания кабеля. Вот, вот USB-порта любого. Вот, ну и краткая инструкция по эксплуатации тут, описание основных характеристик и краткая инструкция по подключению. Так, а подключать мы сегодня будем к нашему 17-дюймовому монитору LG PlayStation 3. Вот, а LG-монитор, к сожалению, не имеет вообще никаких входов, кроме старого доброго VGA. Вот, вот такая вот незадача. Нам, в данном случае, этот переходник просто, то есть, просто идеален. Включаем компьютер, подключаем VGA от нашего припитника, от нашего конвектора. Тюльпаны мы подключим к нашей колоночке. У нас тут есть такая колонка, система 2.1, то есть, три колонки. Тюльпаны мы подключим вот сюда, вот, чтобы слышать стерео-зум. Да, очень важно, чтобы источник вашего сигнала, в данном случае PlayStation 3, был настроен на поддерживаемое режим. Кабель поддерживает стерео-звук только, то есть, 5.1 через него не уводится, естественно, потому что, как вы сами видели, тюльпанов всего два, на левую и на правую колонку. Вот, то есть, PlayStation 3 должна быть настроена на вывод стерео-звука. Вот, и второе, монитор не поддерживает разрешение 1080p, то есть, 1920 на 1080. Соответственно, изначально, на PlayStation, перед тем, как подключать ее к такому монитору, нужно выставить меньшее разрешение, чем 1920 на 1080. Соответственно, мы на PlayStation установили заранее разрешение 720p. Так, подключим также USB от кабеля к разъему на PlayStation, чтобы кабель питался, имел питание. Вот такая конструкция у нас получилась. Тут по HDMI, тут по USB подключено. Все, колонки, телевизор, все остается, соответственно, подключено. Вот, итак, давайте проверим, как все это работает. Убедимся, что все работает просто прекрасно. Услышим звук, увидим изображение. Совершенно потрясающе, что из никаких артефактов старый VGA-шный монитор получает просто вторую жизнь, таким образом. Ну, это еще 17 дюймов, у многих мониторы 22 дюйма имеют только VGA-вход. Старый, но уже ЖК-шный, больший, на которых те же самые приставки или Blu-ray смотреть одно удовольствие. Но невозможность подключить по HDMI, как бы просто эти мониторы делать выпадающими из вашей повседневной электронной жизни. Вот, запустим такую игру. Ну, как вы видите, то есть идет прекрасный звук, идет изображение, никаких проблем. То есть идет конвертация с цифрового сигнала. Вы можете видеть, у PlayStation только цифровой выход HDMI. У монитора только аналоговый вход VGA. То есть 100% идет конвертация, и она идет абсолютно в отличном качестве. Попрактикуемся, буквально минуточку. Чтобы показать вам, ну, как бы, я думаю, и так все понятно, и так все видно. То есть наш кабель работает просто шикарно. Ну, вот, как видите. То есть все отлично работает звук, видео. То есть вот такой вот отличный конвертер. Приходите к нам за этим конвертером. Вот, звоните, проконсультируем, подскажем. То есть, пожалуйста, будем рады вас видеть, и рады будем вам ответить на любые ваши вопросы. Спасибо большое за внимание. Вот, всего доброго и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok